В Баку представили проект, посвященный польскому наследию в Азербайджане. Он включает в себя популяризацию архитектурных сооружений столицы, возведенных польскими зодчими. На презентации говорили о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей, которые в настоящее время процветают. Несколько архитектурных шедевров в Азербайджанской столице создавали именно польские архитекторы. В связи с этим Баку намерен развивать архитектурный туризм. Соответствующая база наработана за 30 лет существования дипотношений. В Азербайджане подготовили брошюру о памятниках, созданных польскими архитекторами, а также об известных поляках, которые жили и творили в Азербайджане. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Польшей. Однако мы хотим показать, что наши отношения имеют более длительную историю. Сегодня мы продемонстрировали жемчужины архитектуры, которые возвели Зочи и Польша. Эти архитекторы известны не всем, поэтому мы продолжаем наши исследования в тесном сотрудничестве с азербайджанскими партнерами для того, чтобы лучше изучить вклад поляков в архитектуру Азербайджана. Иосиф Гаславский, Иосиф Плошко, Казимир Скуревич, Евгений Скубинский – известные польские зодчие, которые жили и творили в Баку. Для того, чтобы популяризировать наследие этих архитекторов, как среди местных, так и зарубежных путешественников, подготовлены специальные туры карта. Облик современного Баку стал формироваться в конце 19-го, в начале 20-го века. Город стал многонациональным хабом с элементами Запада и Востока. Группа архитекторов, в том числе из Польши, внесла большой вклад в его развитие и трансформацию. Они создали такие шедевры архитектуры, как здание исполнительной власти города Баку, институт рукописей, резидиум Академии наук, дворец счастья. Это уникальные образцы архитектуры Баку. Мы хотим показать, как наши отношения развивались раньше и как они развиваются сейчас. Мы хотим рассказать об этом и в Азербайджане, и в Польше. Азербайджанцы могут гордиться таким наследством. Мы, поляки, в свою очередь, можем гордиться тем, что внесли в это свой вклад. Популяризация польского наследия Баку – еще один шаг на пути дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей. В будущем туристические карты и брошюры, развивающие архитектурный туризм, будут публиковаться не только на английском, но и на других языках. Эсмир Аливаров от Оликперов в Сибисе.